здравствуйте вы смотрите праздничный выпуск программы цвет власти light праздничный потому что нас гостях человек которого я ну никак не ожидала увидеть в нашей программе в клубе маракеш у нас гостях целый контр-адмирал лидер фракции дина россии мурманской областной думе депутат михаил васильевич еленых здравствуйте михаил васильевич здравствуйте чем вас анастасия соблазнила почему согласились к нам прийти самый немногословный депутат из нового созыва я сказал немногословно это наверное но при этом статусный да сложно сказать но конечно же для того чтобы вот в том числе высказать где-то свою позицию может быть по тем вопросам которые за которые не слышали по крайней мере моего мнения по каким-то вопросам конечно надо соглашаться на то что предлагают если уж предлагают попить кофе поговорить хоть и по хоть и о политике так почему же не согласиться михаил васильевич сразу же сказал что готов прийти хотя я когда готова к нашей программе перерыла архив нашла вот только одно интервью с вами при этом помню что мы общались но вот все вот всегда нет ни на камеру не на камеру давайте вспомним сегодня это уже звучало они хотят выйти избрание первого заместителя свести к пакетному соглашению памятная речь что у нас сейчас с первым замом с первым замом ну вы знаете наверное да что есть положение о фракциях что на все выборные должности в мурманской областной думе на выборные должности предлагает решение предлагается по решению фракции заседание фракции с таким вопросом об избрании первого заместителя у нас прошло фракция поддержала мою кандидатуру для того чтобы ее было можно было представить на выборы первым замом мурманскую областную думу и в принципе уже даже такой вопрос об избрании первого заместителя был внесен в мурманскую областную думу из-за чего ну разгорелись такие достаточно может быть даже где-то и жесткие разговоры с нашими оппонентами в том числе только из-за одного что шел торг я так помню торговались как бы мы вам уступаем там по губернаторским выбором да 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 допустим делаете первым зам нашего но принципиально принципиально здесь ситуация была такая что конечно же по определению самая большая фракция должна своего лидера иметь ну по крайней мере в заместителях первый раз в составе думы столько заместителей у председателя да вот это да это опять вот к тем вопросам когда ну ваш прогноз когда мы увидим первого зама и увидим ли мы его видим увидим до нового года или после я думаю что это будет безусловно до нового года потому что ну тоже так вот откладывать это все до бесконечности нельзя я думаю что мы предметно еще поговорим прежде всего со своими членами фракции потому что вам был вопрос такой специально заготовлен по поводу дисциплины во фракции потому что вы как человек военный возглавили как вы их называете товарищи по оружию да и насколько мы помним при избрании председателя нынешнего мурманской областной думы они показали что их ряды то как бы не стройны вот сейчас вы их построить нет значит сложно я нет нет вот я здесь тоже ну действительно я политики то не так что называется давно вот с момента прихода в мурманскую думу пытаться преломить вот эту военную обстановку там на то что сейчас с чем приходится сейчас сталкиваться достаточно сложновато где-то там действительно у меня еще там проявляется что называется эти командирские ну как как например командирские замашки кулаком по столу ну кулаком по столу нет наверное у меня уже давно этого не было в командирстве но где-то там достаточно жестко и казалось бы если принимается какое-то решение да оно должно безусловно исполняться это по-другому быть не должно здесь вот далеко не все у нас депутаты считают что если решение даже принято большинством да что его надо вот обязательно выполнять там каждый обязательно должен сказать ну не каждый конечно условно сказать но должен заявить еще свою позицию кроме того что вот есть позиция общая на мой взгляд это не совсем правильно думаю что мы здесь тоже еще ко всему прочему вот этого командирства она здесь тоже наверно поменьше его должно быть здесь надо самому наверно зарабатывать свой авторитет я же его авторитет свой заработал на флоте да и там какие-то вещи можно было там не командовать да совершенно спокойно решать только за счет своего авторитета здесь тоже будем нарабатывать работать в том числе на авторитет своим подходом к делу своим принципиальным отношением к каким-то вопросам поэтому отношения так называемой оппозиции складывается вот принципе в целом дисциплина нашего парламента вот насколько у меня как бы первая часть вопроса про позицию а в целом вот насколько исправно все ходят на работу дресс-код тут я слышала на уровне государственной думы хотят вести следовало бы нам примеру последовать нету я могу сказать что вот я совершенно удовлетворен там и дресс-кодом и всем тем порядком которые есть на мой взгляд даже вот то что было в предыдущей ну как по разговорам не берусь судить потому что не был что называется в составе предыдущего созыва под дисциплинированность имеется по приходу на заседание комитетов по приходу на заседание то есть достаточно такой уже ну на мой взгляд уже допустимый такой уровень дисциплины к сожалению пока еще мы никак не можем избежать того что ну как видимо наши старшие товарищи условно сказать в кавычках государственная дума да встал ушел там заседание когда там обсуждается вопрос когда надо свою позицию заявить это оказалось попудрить надо да но для меня но для меня это очень удачная такая позиция оказалась людей то есть вот не хочешь если ты проявить себя да что там ты голосовал за или против добросовестки передают не так это если ты вообще уходишь а когда вот просто приходит время голосования по какому-то вопросу вдруг депутат встает якобы достает там телефон якобы у него там срочный разговор и все и пошел из зала а в это время голосования и никогда ему потом никто не скажет там не оппозиция они там не собратья а чё ж ты голосовал не так как мы решали а я не голосовал меня не было в зале удобная позиция кстати да ну а что касается оппозиции оппозиции там же еще есть да да я могу сказать конечно же мало того что в основном там люди которые уже имеют опыт работы в думе они уже вот что называется такой практически у всех сложившиеся свои коллективы ну может быть поменьше лдпр все-таки их три человека но и организоваться полегче троим чем большой фракции к примеру да но у них там достаточно жесткая дисциплина мне эта дисциплина их очень нравится позиция может быть там где-то там может не нравится но дисциплина мне их нравится хорошо блиц вопрос сколько у вас чтено фракция 22 сколько военных составе нынешней думы ну полноценно полноценный кто служил и выхаться в 6 гостях у депутата мурманской областной думы в его кабинете у владимира мищенко владимир владимирович обещал не научить играть в шахматы и рассказать о дисциплине и в областной думе как человек военный он об этом знает много вот честно говоря немножко я уже в ступоре потому что шахмат играл очень давно увидев эти я сразу растерялась кто есть кто тем более они они своеобразны это вот эта доска это и шахматные фигуры подарены заместительному командующего северным флотом сан генн и чем диаконовым недавно был юбилей вот по случаю зная мою страсть и любовь к шахматам вот лучше то я получил такой подарок а он я понимаю привез эти шахматы насколько я знаю из мексики и вот если по этой парке говорит по этим шахматам вот я поймаю это белые фигуры они символизируют испанцев вот а черные это население местное то есть видите индейцы то есть вот под это если не буду за индейцев да 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 больше восемь пешек считаю шахматы это гимнастика для ума причем не то что я считаю это слова владимир ильича ленина а сработать со своей сравниваете как-то шахматы вы что же офицер да да офицер ходит по диагонали есть белопольные чернопольные слоны офицеры в общем то как вы назвали это значит по детски ну для начинающих идут название до офицер абсолютно правильно высказывает мне фигуры правильно сравнилась с вами или вы против не согласны вы знаете как сравнивать людей с фигурами на шахматной доске наверно это где-то цинично я бы не стал идти по этому пути вот если меня сравнили как сфср ну я допускаю себе я готов говорить очень так и как об офицере действительно где-то наверно в общем то в войске если смотрите как по военному в общем то по иерарски где-то наверно да это это та фигура это моя фигура вот первые ходят белые вот ну тут и даже из истории действительно первыми пошли в общем то хотя развивались вот латинская америка на тот момент было вполне развитым материком вот первые ходят белые вот отлично уже урок берете кстати самое сложное ход выучить это ход конем буква г вот да конь ходит буква г то есть по аналогии вот оптимально то есть три поля вперед и скоро вот 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 да да королева как всегда как и в жизни в общем то женщина у нас наиболее значит возможности самые большие у нас у женщин я считаю мою губернатор у нас а у нас так вообще самый красивый губернатор вот в россии я думаю в этом уверен абсолютно вот ну и да скажи что король не повезло только шаг вперед шаг в сторону король до ограничены короля все должны оберегать так то нас король тогда вот королем у нас сложнее это надо будет спросить у ферзя нашего у королевны вот я думаю она она когда вода кто будет королем в области я думаю достаточно людей заслуженных вот бывших губернаторе дакима можно вспомнить вот ну а тут ей виднее кто готов кто более в общем то готов советами помощника я думаю без опоры на мужское сильное плечо это наверняка то есть семья это одно а на работе вот это но должен быть рядом сильный в общем то человек который готов оказать опору и советчики в любом ранге это уже виднее губернатору я за нее не хочу вот но без короля как на шахматной доске так и в жизни я думаю тоже не обойтись 34 фигуры да значит так 8 32 32 да а сколько у нас депутатов 36 чуть-чуть не хватает чуть-чуть если по обалдует то есть переходим к областной думе к вопросу областной думы заговорили о короле о короле поэтому в принципе может быть как насчет рокировки есть такой вот термин есть да это когда значит король уходит я бы сказал ну по защиту меняется слою и в том числе ладья это сильная фигура вот есть тяжелая фигура есть сильные вот я бы аналогию провел в областной думе тяжелые фигуры это в первую очередь те кто уже не первый созыв вот находится в думе те кто многое знают в общем-то прошли опытные фигуры это тяжеловесы червишенко игорь константинович там крупадёров александрович может макаревич александрович то есть независимо даже от партийной принадлежности основы это те которые в общем-то депутат максимова надежда петровна так вот на вскидку вот а вот пешки вопрос тут вот с тяжелыми фигурами легче да а вот то есть назвать а пешки я бы вообще не сказал что у нас в областной думе есть кто-то кого бы можно было вот так вот не только сравнить ну я уже не говорю назвать это несколько мягко говоря некорректно да вот поэтому здесь я бы не взялся извините тут вот да 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 так доход белых вот и в общем то мы пойдем корректировки коль мы этот вопрос видите слон по диагонали нападая сразу на пешку вот но я хочу сказать что любая пешка надо понимать дойдя до восьмой если белое если черное значит соответственно пройдя все поле шахматную доску они становятся ферзём поэтому любой который сегодня из депутатов занимает может быть очень значительный пост или соответственно не играет на политической арене ведущую роль он в перспективе может стать определяющей фигурой на доске и в политической жизни я не знаю сейчас не готов допустим я малый срок еще в думе поэтому ну такое возможно и я думаю в жизни вполне реально но тема то наша дисциплина вот шахмат все человек у каждого свое место каждый ходит определенно там прямо буквы г полная свобода королеве в думе как со свободой как за дисциплина я понял четкие позиции у всех есть или нет четкие позиции они вырабатываются в ходе выхода на определенные законопроекты вот если взять по своему комитету комитет по законодательству государственному строительству когда комитет поступает тот или иной документ и на начальном этапе мы все свободны это все действует принятие в общем то то есть вырабатывает каждый депутат вырабатывает свое мнение потом когда заседает уже комитет непосредственно вырабатывается консолидированная позиция да уже вот войско фигура идет в одном направлении но я хочу отметить что если я принимаю решение то я уже как правило в общем-то иду до конца это и плюс и минус для политиков наверное надо быть погибче вот в политике вот ну я несколько еще по военному прямолинейен в этом плане и вышит военная школа дает свои плоды ну где-то да мне проще конечно чем к любому вот плоды да и накладывается отпечаток вот михаила свящелиных он по командной линии давно шоу ну все строго ему наверно я бы сказал даже посложнее перестроиться скажите пожалуйста когда вы шли на выборы вот вы вообще убежденный единоросс вы в каком году партии вступили в этом в этом я вступил в партию смысле в 2012 в 12 да я шел ну я шел что называется под знаменем единороссии 0 народного фронта потому что я был военнослужащим покажи-ка покажи военнослужащим я не мог быть членом партии вот когда в сторонники я вступил вот когда решение было принято о том что мне надо будет идти на выборы да я прошу на прошлых-то выборах оппозиция по моему там пар выпускала на полные вот этот вот клеймо партия жуликов и воров я кстати у меня тут есть пар галочки доставай доставай раз декларация дохода значит вот я даже не знала что только маленький доход может быть за год у контр-адмирала и нет не очень прилично не очень приличный доход два с половиной миллиона да так вот да это вот первый первый год когда у меня вот такой вот если повысили повысили это как раз вот после повышения практически да если бы до этого посмотрели там бы может быть посмеялись да и смотрю у вас что-то с недвижимостью как-то плохо что-то ну к сожалению да это проблема целая и вот я сейчас даже увольнялся без квартиры заместитель командующий северный флот без квартир у меня служебное жилье даже не просто служебное служебно-должностное то есть я получил жилье в доме где и командующий флотом все его заместители потому что там оперативная связь закрытая связь то есть это просто так там в любом доме хорошую квартиру там поселился и живи так не бывает должна быть связь То есть вы очередник, вы ждете? Да, я жду от Министерства обороны, что Министерство обороны за мои 62 года выслуги лет все-таки со мной квартирой за все, что я сделал для вооруженных сил. Ну так, машинами никого не удивишь, но вот нас привлекло внимание водный транспорт, прогулочный катера. Вот такой что ли? Вот такой что ли? Мы искали, заинтересовались? Да, конечно. Конечно, мы его что-то не придумывали. Да нет, у меня остов, его нельзя было не указать. Я-то надеялся, что я добросовестно уволюсь, этот катер восстановлю, во-первых, его надо еще... Ну такой? Какой такой? Ну гораздо меньше, это красота, красота. А там стоимость-то его всего ничего. И он, ну просто он, мало того, что я не на ходу, и не смог я. Мало того, что времени не хватило заняться им, денежных средств не хватило, потому что вынужден помогать там детям. У вас дочки? У меня три дочки. Так, так, так. У меня теперь еще два внука и две внучки. Как дисциплина дома-то с таким количеством детей. Да, запросто, вы даже не представляете. Не сумеете с женщинами разговаривать? С мужчинами легче. С женщинами почему? Я же говорю, вот, видимо, меня действительно, ну что-то такое по природе наградило, что вот у меня именно девчонки, потому что за мое, конечно, отсутствие, вот за период службы, сколько я времени дома отсутствовал, да, да, если бы парни росли, мало того, что я бы не чувствовал, может быть, даже удовлетворения от того, как я воспитываю своих сыновей, да, если уж ты сына хочешь воспитать. А девочки оказались, ну, просто замечательные. Просто замечательные. Я когда к вам пыталась напроситься в гости, чтобы приготовить, мы любим готовить, ходить к нашим депутатам. Ну, не умею, но не умею. Да, это точно. Вот вы мне сказали, что нет, что вот у меня вот только дочки, дочки, и даже не покупали кому-то. Нет, вы знаете, я вот действительно, это я готов повторить, может быть, там войдет, не войдет, в свое время девчонки уже подрастали, и тут, значит, разговоры, я не люблю особо этих разговоров, там, кто какие-то комбайны покупает себе. Но, тем не менее, был втянут как-то в разговор, мужики совершенно сознательные, мои товарищи, там, обсуждают какие-то комбайны. Она говорит, а ты что там, я говорю, это мужики, ну, как вот вам объяснить, у меня растет три девчонки, да, это считай, четыре комбайна ходят по квартире. Если они не научатся, не научатся ничего делать руками, ну, только жена и три дочери, если они не научатся ничего руками делать, ну, вот научатся руками делать, и тогда пусть покупают себе хоть любые комбайны. И в итоге так оказалось, все умеют делать руками, не нужны комбайны. Про руки. Так. Это провокация. Это провокация, да. Скажите, пожалуйста, вот что это за наколка на пальцы? Ну, это, к сожалению, ну, по молодости, по молодости, по глупости. В то время, когда я, ну, уже после Нахимовского даже училища, уже пришел на первый курс высшего училища подводного плавания, и вот товарищ занимался там, пытался накалывать, и все время мне предлагал, ну, давай я тебе там, ну, кто там, уж что там, подводники там, дельфинчиков там всяких накалывали, давай я тебе что-нибудь накалю. Я говорю, да не надо мне ничего накалывать, ну, как-то к этому, он говорит, а, боишься, я говорю, даже я боюсь, ну, как всегда, на что можно парня взять, тем более человек, который был в авторитете, я говорю, на, вот тебе моя рука, занимайся, я говорю, мне своя там грядка есть, вот, что хочешь, то и делай. Ну, в итоге пытался он краба накалывать, да, в итоге таракан, в итоге таракан, а не краб, поэтому, ну, мастера такие, но зато я себя... Вы этой рукой здороваетесь, ну, да, ну, да. Дай краба. Ну, ну, я же говорю, но это в итоге, в итоге вот тоже, ну, это пацанство все, конечно, но в итоге осталось надолго. А коллеги депутаты обращали внимание, задавали вопросы? Коллеги депутаты нет, ну, уже как-то возраст, по молодости, конечно, все время там, где только не окажешься, в приличной компании, где с наколками не ходят. Ну, что это такое, там, офицеры с наколками, ну, это жизнь, что тебе, выводить? Не надо, наверное. Михаил Васильевич, у нас программа есть на телеканале Артик ТВ, Знайки, вот мы теперь с астрологией, все увлекаемся. Я почитала гороскоп ваш, вы вот рыба по гороскопу, и будто петуха родились. Вот такая смесь ядерная, написано, что цель оправдывает средства всегда. Про вас, не про вас? Нет, значит, это не про меня точно. Могу сказать, что вот, конечно, если про гороскопы, хочешь не хочешь, я тоже, раз уж столько было девушек в семье, да, тоже был втянут в эти гороскопы, там мне подсовывали, да вот посмотри, да ты, вот. Ну, там действительно, то, что там петух, ну, понятно, наверное, там достаточно такое, прилично, и вроде как совпало даже, что я оказался еще и защитником, да, пошел в вооруженные силы. Ну, про рыбы здесь, ну, я не знаю, это тоже, наверное, какая-то природа или что-то вот все-таки было дано. У меня оказалось, родители рыбы, я рыба, жена рыба, теща рыба, поэтому, ну, вот какое-то такое... Здесь уже не скажешь ни рыба, ни мясо. Скажите, как рыба рыбе, вы придете к нам еще в гости? Да, с удовольствием, приглашайте, может быть, даже о чем-нибудь еще поговорим, не только о политике. Хорошо, во фракции, во фракции есть король, есть там подчиненные, и таким образом. Ну, тут, понимаете, тут, если четко, опять же, по шахматной доске будет сложнее, по шахматам, но, естественно, король априори, руководитель фракции, он король, да, если взять по шахматной терминологии. Вот, ну, помимо всего, король должен быть не только формальным и неформальным лидером, поэтому вот Михаил Васильевич, я считаю, вполне к этому идет, то есть он является вот той фигурой, которая, вокруг которого строится вся партия, поэтому во фракции, да, именно так. Так, здесь слово за королем. И если фигуры вокруг не будут поддерживать, да, то, что заявлено, значит, руководителем фракции, если пойдет вне общей стратегии, которая задана на партию, естественно, партия будет проиграна. Поэтому, если фракция едина, тогда, возможно, что-то добиться. Фракция разъединена, кто влез, кто подрывает, ничего в партии не достичь. Ваши ходы обещали, кстати, ракировку показать. Да, 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 вот, для этого мы слона выведем, вот, и подготовить. Следующий ход я буду делать ракировку, прыгать короля. Ага, так. Вот, а вообще замысел сначала выходит, то есть, вот, на авансцену легкие фигуры, то есть, офицеры, как вы назвали, кони, да, для их вывода надо пешками пойти, потом вводятся легкие, а потом вступают в бой наиболее тяжелые фигуры, если так. Ну, конечно, для военной стратегии, тактика, для военной стратегии просто шахматы подходят. Ну, в политической жизни несколько, я еще вот так не задумывался четко, как вот можно шахматную фигуру, шахматную, в общем-то, с шахматной партией переложить. Возможно ли вообще представить с политической системой, с политическими, в общем-то, всеми даже баталиями, те, которые у нас идут. А вот теперь ракировка. Вот, то есть, вот, король, это единственный ход, где король может пойти не на один ход, вот, а он прыгает у нас через поле, это короткая ракировка. Вот, и ладья становится. То есть, король уже спрятан, вот, а ладья в перспективе может выходить далее. Владимир Владимирович, спасибо вам за игру, научили, рассказали, теперь уже какой-то маленький опыт есть. Анастасия, я думаю, мы сделали только первые шаги в шахматах, поэтому, с вами, вот, поэтому давайте первое, дружись, работать вместе. Я думаю, это послужит на благо мурманчанам, нашим избирателям, в общем-то, и вообще мурманской области. Вот, ну, дабы, это мое увлечение в шахматы, конечно, но все равно я никогда бы не стал рассматривать все-таки людей как шахматные фигуры, но учиться, уметь и представлять, в общем-то, это необходимо. Спасибо. А вы смотрели программу «Свет власти. Лайт» каждую среду на телеканале Артик-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова